Мир вам, братья и сёстры во Христе! Рад приветствовать всех именем Господа Иисуса Христа! Сердечно благодарен Господу за эту милость и возможность сегодня размышлять о Господе, размышлять о том, в какое время мы живём, что сегодня происходит на этой земле, читая Писание, сравнивать со Словом Божиим и видеть, что время пришло, пришествие Христа приближается, и Иисус Христос скоро возвратится. Это может произойти абсолютно в любой момент, когда Христос восхитит Церковь Свою, то есть верных Своих, тех, которые верят, ожидают Господа Христа и готовятся встречать Христа. Сегодня на земле происходят невероятные события, и многие не понимают, что это именно предвестники самых последних дней на этой земле. Вот-вот, вот-вот, уже можно даже сказать, начинается Великая Скорбь, о которой написано в книге Откровения. И, дорогие друзья, мы верим, что Христос в любой момент придёт восхитить Церковь Свою. Сегодня я хочу вкратце несколько таких моментов зачитать. Из интернета я прочитал. Правительство Германии утвердило дату начала Третьей мировой войны. Декабрь 2024 год. Какой-то политикс Вандерер об этом пишет. Это в интернете написано. В издании «Билд» поступил секретный документ Министерства обороны под названием «Оборона Альянса-2025». Согласно этой директиве, германским военным приказано готовиться к началу Третьей мировой войны уже в этом году. Дорогие друзья, что происходит? Действительно, мир сегодня готовится войти уже в начало великой скорби. Действительно, как и в Откровении написано, что когда появится Антихрист и будет война, мировая война, будет садник на бледном коне, который символизирует смерть. И мир сегодня действительно готовится, он уже практически готов вступить в эту фазу начала великой скорби на Земле. И дальше уже медлить просто некуда. И не будет уже дальше медлить. Есть люди, которые наивно ожидают, что вот-вот решится конфликт между Россией и Украиной. Или там арабы и евреи, как-то там разрешится вопрос, и они примирятся. Дорогие друзья, это все неверные осуждения, это плотские рассуждения. Читайте Библию. Библия четко и ясно показывает, что этому всему надлежит быть. Это сценарий Божий, это по воле Божьей происходят эти войны, и они уже не остановятся, пока не перейдут полностью в фазу Третьей мировой войны. И мир уже ожидает эту Третью мировую войну, и уже планируют, и утверждают даже дату начала Третьей мировой войны. Дорогие друзья, это очень скорбное сообщение, с одной стороны, но с другой стороны, для верных, избранных Божиих, которые ожидают Господа Христа, это даже радостное событие. Все, что происходит сегодня на земле, это скорбно, это печально, но для верующих в Слово Божие, в пришествие Иисуса Христа, это радостная весть, потому что приближается избавление наше. Иисус так и учил, когда увидите все сие сбывающимся, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Христос грядет, чтобы забрать церковь свою от этой скорбной земли. И сегодня Израиль практически уже окружен войсками, и тем самым исполнилось пророчество Исаии 61 главы 2 стиха. И наступает бедственное время для Иакова, где написано в Иеремии 30 главе 7 стихом. Это бедственное время для Иакова, для Израиля. Это великая скорбь, она уже наступает. И церковь в своем большинстве тоже переживает такие события, как духовный сон. Некоторые христиане выпускают ролики, проповеди на Ютубе и говорят, что грядет всемирное пробуждение. Дорогие друзья, это ложь. Нигде так не написано в Писании. Читайте молитвенно Слово Божье и увидьте, что Господь говорит, что Дух Святой говорит, что написано в Писании. Нет таких обещаний в Слове Божьем, что перед восхищением церкви будет великое пробуждение церкви. Наоборот, написано, что будет отступление от истины, что будет сон духовный, что задремали все и уснули. И, дорогие друзья, Христос, придя, найдет ли веру на земле, написано. В большинстве своем церковь сегодня действительно она спит и практически не готова встречать Христа. Это то, как сам Иисус Христос и предсказывал в Матфея 25 главе с 8 по 10 стихи, что церковь, она не готова встречать Христа в большинстве своем. Долго ли еще продлится время благоприятное, если так можно сказать? Думаю, дорогие друзья, что нынешняя осень, в которой мы уже находимся, вступили, много нам покажет еще. А может, уже зазвучит труба для восхищения верных своих, тех, которые готовы. Большинство людей и в церкви они не готовы встречать Христа, они не верят в восхищение церкви. Это ужасное состояние. Но есть у Бога своя избранная церковь, и то те люди, которые верят в восхищение, которые молятся, бодрствуют, ожидают Господа Христа на всякий час и готовятся встречать Христа. Наша готовность – это уповать на завершенный труд Христа на кресте, не на свои достижения, а на то, что Иисус совершил на кресте, уповать, пребывать в Господе, быть в общении с Ним, пребывать в молитвах, как Иисус сам сказал, бодрствуйте и молитесь. На всякое время – это слова Христа, и тогда сподобитесь избежать будущих бедствий, то есть великой скорби. Дорогие друзья, времени очень мало. Я бы уже вообще сказал, что времени практически нет, и это благоприятное время заканчивается. Поэтому скоро зазвучит труба Божия для восхищения, которую мы, верующие, ожидающие Христа ждем со дня на день. Бог лишь знает точно, когда, что произойдет. Мы не знаем ни дня, ни часа, но мы видим, что этот сезон настал, сезон восхищения, и после этого сезон великой скорби настаёт. Единственное, что мы можем знать точно, что нам нужно бодрствовать, ожидать, молиться и жить верой в то, что Иисус совершил на кресте. Уповайте на Христа, на крест, и приближайтесь к Богу в молитвах, ожидайте Его, молитесь, поклоняйтесь Господу, ибо время восхищения реально приблизилось. Будем стремиться, дорогие друзья, будем искать Господа, молиться, и до встречи на облаках со Христом. Благословений всем вам! Субтитры создавал DimaTorzok